Еще каких-то три года назад ничто не предвещало такого успешного бизнеса, но картинка именно такой насыщенной и красивой жизни появилась еще в детстве. Это чуть немножко больше, чем просто какое-то открытие, нового проекта, нового бизнеса. Это про то, что может получиться. Это про сбывшуюся мечту. Это про то, что ты когда-то маленькой девочкой себе представлял какую-то определенную жизнь, что будет вот так вот. Предприниматель Катя Малькова пришла в бьюти-сферу в качестве клиентки, но с первого же визита в кабинет лазерной эпиляции поняла, что все должно быть по-другому. Опуская все подробности, яркие и драматические, возвращаемся в день сегодняшний и попадаем на открытие нового проекта «Импульс Трейч». Момент как будто как свадьба. Я просто, я выходила замуж, да, я помню, когда ты там активно готовишься, два-три месяца, подготовка, примерка нарядов, там все на мелочи продумаешь, а потом такой раз, утром проснулся, и ты вроде замужем уже, да, все. Вот, но с бизнесом немножко по-другому, потому что есть определенная большая цель, есть большая стратегия, в которой мы действуем, и то, что сегодня произошло, это просто один из шагов, да, по достижению большой нашей цели. Я пошла Кате три месяца назад на марафон, у нее был 14-дневный, она говорит, Маша, почему ты сидишь? Это волшебство, когда ты просто клиент, и тут раз, и ты партнер такого сильного человека, это очень круто быть частью такой команды. Да, это студия, но мы это называем уникальное пространство, да, в котором у нас будет все про здоровье, внутреннюю духовную красоту, у нас будет йога обязательно, хатха-йога. Будет танцевальное направление для девушек, для грации, для пластики. Ну и в основном, конечно, это все направления стретчинга, это шпагаты, здоровая спина обязательно, комплексная растяжка и силовой стретчинг. Это все будет легко, в непринужденной обстановке, у нас будут собираться там вечерам, будем вечеринки делать, приглашать гостей, специалистов. Это лишь начало чего-то большого. Основатель сети «Импульс Лазер» харизматичная Екатерина, человек-оркестр, блогер, ютубер, ментор, жена, мама, душа компании и просто красавица. Все идет от человека, и мы идем каждый раз не к просто профессионалу, а именно идем к человеку, к личности. Катя это делает просто потрясающе, она любит то, чем она занимается, поэтому все у нее обязательно получится. Симбиоз просто женственности, лидера, человека, который добивается своих целей, не стоя ни на что, то есть имеет огромный стержень внутри себя, хотя внешне просто такая добрая, классная, красивая девочка, но на самом деле в ней какой-то невероятный потенциал, и то, что она свернет горы, это очевидно, потому что она идет семимильными шагами. Она на самом деле меня тоже очень мотивирует на достижение своих каких-то целей, то есть Катюха классная. Такие же люди, как Катя, это люди-деятели, они предприниматели, а предприниматели они предпринимают. Катя, она и профессионал замечательный, и как человек, добрая, классная и всегда теплом, радушием встретит. Ну она молодец, такая боевая, то есть вот я за ней смотрю как бы в инстаграме, то есть ставит цели и добивается. С утра задумала, вечером уже выполнила. Как Катюха сказал знакомый, наш самый красивый танк, то есть это человек, который действительно ставит перед собой цели, идет к ней и добивается челомительного результата. Я всегда отвечаю с ее успехами, тем, какую позицию она в жизни занимает. Ну чем молодец она на самом деле, любой проект, которого она касается, он просто обречен успех. Это, наверное, такой небольшой навык совмещать, да, то есть в первую очередь я женщина. Несмотря на весь там управленческий учет, да, стратегию, там, конверсии, прибыли, там, и убытки, в первую очередь я женщина. И для меня очень важно вести бизнес по-женски. Может быть это немножко нас отличает, я очень много об этом рассказываю на YouTube-канале, о том, что можно это совмещать, можно оставаться женственной, да, быть красивым в платье, быть лучшим, счастливым, при этом вести, ну, хорошую, большую компанию. А еще вокруг нее собираются позитивные люди, такие, как все ее друзья и вся команда. Катина команда – это не просто команда, это семья. Это люди, которые поддерживают друг друга, знают, зачем они вместе и идут к общим целям. Поэтому здесь определенная атмосфера, поэтому сюда хочется идти снова и снова. Есть та энергетика, всегда царит какая-то необычная атмосфера, теплая, приятная, поэтому люди притягиваются. Это главное, что такая домашняя атмосфера, то есть приходишь, даже там, я когда приходил в первый, ну, там, первый, второй, третий день, ты пришел как домой, знаешь, никакого не стеснения, ничего нету. До трусов разделся, да, такой, хоп, и пошел, такой, и нормально. Это все-таки про эмоции, это про команду. Еще раз, да, я говорю, что моя команда – это не только люди, которые сотрудники, это моя семья. Я вижу, когда они со мной рядом, как они меня поддерживают, я вижу новых людей, да, и я понимаю, что во время даже пандемии, кризиса, я создую новые рабочие места, и для меня тоже это очень важно. Даже тот, кто совсем недавно познакомился с Катей, чувствует, что знает ее всю жизнь. А потому можно с уверенностью заявлять, что здесь собрались только самые близкие люди. Я всегда Катю вижу, то в сторе, в инстаграме, то где-то по телевидению, то еще где-то, где-то. Как будто всю жизнь знакомы. Ну, с Катей знакомы лет 15, ну, причем, на самом деле, лет 15, когда я в свое время работал на вылажной базе, она приходила туда с дедушкой, еще маленькой, ходила на коньках кататься. Потом как-то так случилось, что разбежались, и вот, не знаю, может, годик-два назад как-то вот пересеклись тоже в интернете, и вот сейчас вот я теперь ее клиент. Раньше она была моя клиентка, теперь я ее. Вообще с Катей мы знакомы уже очень давно, она училась с моей сестрой в одной группе в институте. Да, есть близкие мои подруги, есть мои друзья, есть мои коллеги, и тем временем я вижу огромное количество подписчиков просто социальных сетей, и наши клиенты действующие, и наши будущие клиенты. Для меня, наверное, это очень важный вид, эту лояльность, когда люди приходят к клиенту, которые, в принципе, и так уже платят определенную сумму денег за оказание услуг, но при этом они приходят поддержать, потому что они такая же небольшая частичка нашей большой семьи. Вечеринка показала, что веселиться они умеют так же хорошо, как и успешно работать. Не исключено, что на утро теперь появятся новые идеи, которые очень быстро превратятся в новые проекты.